Я ему сказал, я говорю, две минуты позора, мы звезды ютуба, все будет нормально, не переживай. Друзья мои, саламу алейкум, ахамтулах, очередное вручение заветного письма. И это будет у нас один из ребят, который работает там в регионах, в частности, в каком-то маленьком городке, Ханты-Мансийском округе, рядом с Сургутом, где-то, Пакачи, что-то такое. Иман Алиев, имам. Ханты-Мансийский автономный округ. Я с самого начала с вами разговаривал, да? А, подождите, вы же жаловались, что там чуть-чуть не знаете ситуацию, да? Да. Во-первых, ты не напрягайся, здесь такой момент. Этому человеку решили вручить путевку, и чтобы он ничего не заподозрил, мы решили разыграть вариант, как будто его пригласили на передачу, поговорить о работе. Тебе тысячу раз эти вопросы задавали. Такое небольшое знакомство о том, как там идет работа, что там идет работа, с какого времени работаешь. Недавно, то, что ты поехал. Ты же недавно туда там поехал, да? Сколько ты уже там работаешь? С марта месяца. Сколько? С марта? Да. Ханты-Мансийский. У нас не каждый поехал, чтобы обучать там наших земляков, Корану, и не только наших земляков, тех людей, которые хотят изучать основы своей религии. Это нам здесь повезло. Ой, уже люди будут теперь, я думаю, на передаче даже приходить и ждать. Интересно. Вытащит он сейчас заветные письма. Так, детей много вообще? Что они обучают? Как? Детей 50-60 ребенок, например, вот так бывает. 50-60 человек? Да. О, нормально. Ты где живешь там? Там внутри, в территории мечети выделили дом. Сколько лет? 28 лет. 28 лет еще не женат. Да. Следующий эфир, чтобы женатым был уже. Что ты кушаешь? Кто готовит тебе? Ну, я сам готовлю. Сам себе готовишь? А, ну, сам себе ты выбрал этого. Так же, она готовила. Так, что еще? Вопросы хаджа, естественно, будем. Ты случайно не на омра сейчас собрался? Сейчас многих этих привозят туда-сюда этих людей. Я там не был, я не знаю, нет. В хаджи не был? Нет. Серьезно? Я еще не был там. Ва-па-па. Отсюда вопрос мой вопрос задавал. Серьезно не был? Сейчас же многих, я думал, может быть, на это самое, как на омра сейчас, как руководители, туда-сюда. Мечта твоя. Я этот вопрос буду задавать. Здесь на земле... Жениться и в хадж. Да, в хадж. В хадж поехать. Где пророк салла Аллаху, где похорон, пророк салла Аллаху, где имам шамил, где все сподвижны. Конечно, первую часть туда-сюда. Друг мой. И жениться тоже. Одна мечта твоя только что осуществилась. Весь этот балаган, весь этот сценарий был сделан для того, чтобы улучить тебе заветное письмо на поиску. Малый хадж, конечно, Аллаху Рахман, пребывает заветное письмо. Он думал, что его позвали на передачу. Опять очередное, очередное. Читаем. Вы только что стали обладателем самой заветной мечты каждой мусульманной путевки на Малый хадж. Теперь будете будущий паломник с уважением к командой Умра-Хадж. Один из спонсоров проекта Умра-Хадж решил остаться инкогнито, скрыто. Он попросил не говорить ни его имени, ни кто это. Но наслышанно о том, как вы работаете там, что, ну, вот. Искренне, брат, поздравляю тебя. Делай там два. Сделай зиарат хорупа, алей салам, от нас салам передай. Первое, что я халас слышно, что мне туда позвал. И этому человеку уже от меня огромная благодарность. Чего сказать, я не ожидал такого. Ты за проект Умра-Хадж тоже не забывай делать дуа. И за всех мусульман, и за Палестину, за всех, дорогой мой. Пусть Аллах облегчит этот сафар. Ну, ты крепко держался, честно говоря. Крепко держался. Подозрений не было? Не было сейчас. Пусть Аллах облегчит, дорогой. Пусть Аллах облегчит. Вам спасибо за твоем лице, всем ребятам, которые работают за пределами Дагестана. Пусть Аллах будет. Я в кафе не могу зайти спокойно. Люди с надеждой смотрят. Я уже говорил, я сам на себя в зеркало с надеждой смотрю. Как я вас понимаю?